Всего через год на улице Маршала Жукова на месте вырытых котлованов появятся три новых 17-этажных дома. Новые жильцы – участники областной программы волнового переселения. Строятся дома будут быстро, ведь губернатор Валерий Шанцев поставил перед руководителями местного самоуправления задачу активизировать работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Мы хотим в кратчайшие сроки проблему ветхого фонда прежде всего в Нижнем Новгороде решить. Я думаю, что 4, максимум 5 лет эта проблема будет решена, и мы переселим всех, кто сегодня проживает в фонде на уровне 60-70% износа в новые комфортабельные дома. Вот это начало. Начало хорошее. Уже через год здесь будут стоять три дома, 618 квартир, это 618 семей. Ну а за тем, как будут расти дома, смогут наблюдать жители близлежащих высоток. Впрочем, похоже, они не слишком боятся строительного шума и уже заочно рады за новых, пока не знакомых им соседей. Для них такая вот стройка – это прежде всего улучшение качества жизни в регионе. Это очень замечательное решение, и мы его поддерживаем. Мы пришли даже вот на такое событие посмотреть. Видим, что дома будут такие же, как вот этот рядом стоящий с нами дом. Но мы рады, конечно. Рады в том, что переселенцы будут с нами жить. Строительство нового жилья идет во всех районах города и области. За три года планируют расселить 222 аварийных дома. Потратят на это примерно полтора миллиарда рублей. На следующей неделе в Кузнечихе мы начинаем строить новый дом, на Родионово начинаем строить новые дома, на Анкудиновке будут строиться новые дома. Мы на эту проблему навалились очень серьезно и уже от нее не отступим. Земля у нас под это есть. Деньгами, я надеюсь, тоже мы программу обеспечим. И везде, что самое важное, конечно, жители будут приезжать в абсолютно новое жилье с ремонтом хорошие качественные дома. Региональная программа переселения граждан из аварийного фонда работает в Нижегородской области с 2008 года. Сейчас расселено почти 60% всего аварийного жилья. Ну а в скором времени новые квартиры получат жители домов по улице Белинского, Тверской и площади Синой.